51 курсант Института пограничной службы Республики Беларусь единым строем вышел на боевой расчет, вышел в скорбном молчании, неся 51 портрет пограничников 1941 года, которые в это же время, 76 лет назад, заступали на охрану государственной границы большого, сильного государства. Они были также молоды, они также мечтали о счастье, о любви, они хотели жить. И именно они, военнослужащие 17-го погранотряда, мужеством своим в бессмертие шагнули, первыми встав на защиту священных рубежей Родины. Помнить о них, о легендарных героях, цель акции, которую инициировали военнослужащие Института пограничной службы Республики Беларусь, а воплотили курсанты-первокурсники. Это очень трепетное событие, потому что ты ощущаешь причастность к тем великим событиям, к тем трагическим, но и героическим событиям. Ты понимаешь свою ответственность не только перед каким-то одним человеком, не перед коллективом, а перед всем народом, перед всей страной. Потому что пограничник, он стоит всегда на рубеже своей Родины и отвечает за безопасность всего государства. Курсанты у нас готовятся целый год. Они очень, даже первый курс именно символичный. Почему первый курс? Потому что именно здесь как бы такое боевое крещение на территории Брестской крепости. Это все эмоционально, это все воспитывает. Они очень в этом году просто там даже настолько эмоционально у них происходило, даже они говорили, почему вот у нас же 51 портрет, а курсантов у нас больше. И вот как выбрать было, потому что все желали и все обижались, почему не он несет портрет пограничников. Иван Башмаков, Виктор Усов, Николай Авилов, Иван Бедин и многие другие. Известные и по сей день безымянные герои запечатлены, быть может, на кадрах этой военной хроники. Быть может, они, оборонявшие свою землю. Рядовые лейтенанты, полковники, старшины писали на стенах Брестской крепости. «Умираю, но не сдаюсь». И именно эти мужчины разрушили планы вермахта на получасовой захват крепости. Ставка на неожиданность. Мгновенность не сработала. Фашист не принял во внимание особую любовь к родной земле русского народа. Я думаю, что вот то, что вы делаете, это как раз, наверное, та толика, чтобы человек оставался человеком прежде всего. Чтобы и память его оставалась. Впечатлений масса. Мы вчера уже вот здесь были, так вот встречались с командованием части. Вчера мы были на самой заставе при флагах, при развернутых знаменах. 60 человек, это нормально, при развернутых знаменах. Мы вошли в раскрытые двери, так сказать, в раскрытые ворота части. Посетили ее, посмотрели казарну, посмотрели, как идет охрана границы. Мои пограничники плакали. Плакали. Они плакали. Борис Пузаков возглавил делегацию Пензенской области. 64 земляка легендарного Андрея Митрофановича Кижеватова приехали в Брест, чтобы почтить память соотечественника. Среди них внучатый племянник героя Николай Кижеватов. Память, конечно, сильная. Мы всегда вспоминаем. Дети, внуки стараемся, чтобы это вспоминали. И специально мы их приезжаем, чтобы не забывали и рассказываем. У нас полностью. Прививаем. Прививаем вообще патриотизму надо учить с детства. Он у меня человек скромный, стесняется говорить. Но я хочу сказать, Андрей Митрофанович, он знает все. Он все досконально читал. Все время он меня посвящал. Он все ищет. Литературу, музей. Знает 1500, все поколение. 1500. 500 года. Да, 500 года. Да, родословное. Он всегда хотел быть достойным памяти его. Он, когда пошел в армию, он же тоже граничник у меня. Но он призывался, да, в Средней Азии. Он защищал афгано-иранскую границу. И вы понимаете, вот он все время, он говорит, я всегда боялся. Если меня призовут в Брест, я хотел быть достойным его, Андрея Митрофановича. И он говорит, я вот боюсь, Марина. А вдруг я что-то, а вдруг я вот не так. А он достойный? А он достойный. Для всех нас этот ритуал значит очень много. И все мы вкладываем душу, чтобы донести в сети эмоции, которые мы испытываем, которые смогли испытывать эти люди, когда носили свой вклад в нашу защиту, в нашей стране. Они отдали жизнь, чтобы мы сейчас могли спокойно ходить по нашей стране. И это очень много для всех значит. Поэтому мы хотим как можно больше передать эмоции, этого волнения людям. 22 июня. 1941 год. 4 часа утра. Это самая страшная ночь. Ночь начала войны. С этого времени начался пятилетний кошмар. Великая отечественная война с фашистской Германией. 76 лет прошло с ее начала. Но и сегодня мы скорбим обо всех погибших и помним о них. Для памяти и скорби нет временных промежутков. И потому мы склоняем головы пред памятью воинов 40-х, погибших и вечно живущих в памяти народной. Субтитры создавал DimaTorzok